Амкар После подачи со штрафного мяч немного пометался по штрафной гостей и в итоге оказался за ленточкой. Последним снарядом коснулся Гацком, на него и записали автогул. Все попытки Южан хотя бы уйти от поражения успехом не увенчались. Амкар выстоял и одержал третью победу подряд. Я думаю, что игра должна была понравиться зрителям с обилием голевых моментов. К сожалению, не с обилием голов, но, как говорится, домашняя команда победила, значит все должны быть довольны. Такая боевая хорошая игра получилась. В первом тайме где-то вторую половину немножко провалили, во втором подкорректировали, взяли игру в свои руки. И вот обидный гол и не реализация, не сумбур в атаке, наверное, помешало немножко нам реализовать все. Как нам навезло первым таймом, вторым повезло. Забили гол с игроком в межчисле, забили гол, а потом у нас было очень много удачи, когда Ростов атаковал большими силами. Когда приходили эти подачи со фланга, слава Богу, что удача была наша история на сегодня. Три очка, добытые в матче с Ростовом, позволили Амкару закрепиться на десятой строчке в турнирной таблице. Встречу 39-го тура подопечные Амия Драга Божевича проведут на выезде. 14 апреля они сыграют самарскими крыльями советов, которые занимают 14-е место. В группе «Б» молодежной хоккейной лиги стартовала финальная серия плей-офф. Напомним, выступающий там пермский «Октан» спорит за первое место с «Кристаллами» из Берцка. По итогам регулярного чемпионата сибирский коллектив занял место выше нашей команды и имеет преимущество своего льда. Поэтому серия до трех побед стартовала на площадке «Кристалла». В первой игре «Октановцы» оказались сильнее 4-3. По разу отличились Попов и Смекалин, а Абрамов оформил дубль. Во второй игре «Вверх» взяли хоккеисты Берцка 5-3. В составе нашей команды две шайбы на счету Яковлева. Однажды ворот соперника поразил Рахимулин. Молодцы ребята, сегодня концентрация была лучше, конечно, чем вчера. Вчера вышли несобранные, рассеянные, связанные, может быть, с перерывом, может быть, все-таки побаивались чуть-чуть соперника, это скованность. Они сегодня реализовали больше, чем мы и заслуженно победили. Мы догадывались, что сегодня будет другая команда, потому что, в принципе, у них, как не последний шанс, но обязательно нужно было побеждать, чтобы цепляться за результат серии. Таким образом, счет в серии 1-1. Команды перемещаются в Перм. В нашем городе состоятся третий и четвертый поединки финальной серии. Игры пройдут в спорткомплексе имени Сухарева в среду и четверг. Начало в 18 часов 30 минут. Подходит к концу сезона и у начинающих пермских хоккеистов. В Магнитогорске состоялся турнир под названием «Первоклассник». Молодь, составленный из игроков 7 лет, занял там второе место. В пяти играх наша команда потерпела только одно поражение – заняла второе место вслед за Челябинской хоккейной школой Макарова. Поверженными же оказались сверстники местного «Металлурга» – Алтая из Барнаула, уфимского Салавата Юлаева и Южного Урала из Орска. Общая сумма заброшенных и пропущенных шайб – 25-10. Естественно, в пользу нашей команды. Продолжение следует...